Привет! Привет! Сегодня я так в воскресенье решила с кружком кофе провести с вами. Бывают у меня такие дни, просто когда хочется побыть сама собой. Если больше не с кем поболтать, то хоть с умными людьми поболтаю сама собой. Наливаю свою любимую кружку кофе и сижу, и как-то в себя ухожу, в свои мысли. Сегодня у нас в Литве католический мир отмечает Пасху. Кто отмечает, я всех вас поздравляю с Пасхой. Желаю ваше сердце, чтобы заполнились теплом, уютом, чтобы зимний этот весенний праздник выгнал с вашего сердца всё тёмное, нехорошее. Да, с праздником кто отмечает. А я как-то решила в нашей семье мы этого не отмечаем. Не хотим привязывать к этим датам. И просто я не вижу смысла отмечать, когда религия лезла. Но как можно день смерти или день какого-то воскресенья отмечать один тот самый день? Ну, быть перенесным, да? Как и день рождения. Если ты родился один день, так и будет. Если человек умер один день, так значит и надо этот день всегда будет. А как-то не, мне какой он такой когда ну, это религия привязала свои эти усталы, усталы все какой-то усталы. Я просто праздную весну. Основной вопрос им а было ли это? Ты не лезь, а сайта психологи. Все. А вот так моя когда иногда я люблю вот так, как сказала просто сесть налить себе кружку кофе и глубоко глубоко в себя уйти и побыть сама собой. С этой стороны и полезно свои дела по своим полочкам разложишь положишь. Уединение уйти в себя это означает связь с Богом. еще иногда себя жалею, иногда радую собой. Ну, как каждая женщина это бывает. Вот я иногда задумалась, вот если мне вот за хорошие дела, вот ты такая хорошая была, тут что-то сделала миру, на тебе машину времени и 20 лет можешь ты возвращаться, когда тебе было 20 лет, 21 лет. Знаете, я задумалась, я не хотела. Дали бы мне вот такую возможность, ну, мои фантазии, я бы не хотела, я прожила эту жизнь. Это были мои радости, мои беды были, мое, ну, моя жизнь была, я прошла, я получила урок от этой жизни. я получила такую жизнь, какую я считаю была достойная, какую я сама захотела сделать, это моя жизнь была. Я не хотела уже заново все это пройти, я опыт получила этой жизни. Нет, ну, там уже мне и седину надо закрашивать, и не годам уже смотрю, где пишется уже плюс, уже будет, но пройти второй раз я не хотела. Ну, иногда вот такие мысли у меня бывают. Иногда так, всяк, ну, у каждой женщины бывает в том, задумаешься, или ты хотела такой жизни, или ты что-нибудь другого сделала. Наверное, нет. Если бы была возможность, я прошла такую самую жизнь. Ну, наверное, есть, бывают мысли, что вот, когда были молодые девчонки, бываем, думаем, во, я устрою себе жизнь такую, мужа получу такого. Здравствуйте, реальность. Пришли, получили, принимайте и живите. И радуйтесь. И радуйтесь. Главное, радуйтесь. И главное, вот, когда прошла всю жизнь, я могу одно сказать. Мысли это могучие. Надо очень сильно, сильно хотеть, очень сильно мечтать, и жизнь тебе даст всегда возможность быть терпеливой. Ну да, я, конечно, уже не пойду эту по дебрям философии. И у меня еще и, еще и, как сказать, языка не хватит этого знания, чтоб на литовском я, конечно, могла побольше что-нибудь выразительно это все передать. Ну, вроде бы, что-то, вот такие мысли, которые я вам сейчас хотела, и которые вы мне сейчас пришли. Еще раз вас, кто праздновает с Паской, кто будет праздновать на следующую воскресенье вас тоже. Итак, будьте счастливы, будьте женщинами, мечтайте, и ваши мечты всегда сбудутся. Да, и приходят, и придет ваш двор праздник. Да, девочки. А сейчас мы собираемся едем к маме. Пока.